Несмотря на дождь, ульяновцы с самого утра спешат закупиться вкусненьким. На ярмарку привозят только свежую и натуральную продукцию. За качеством следят ветеринарные специалисты. Прежде чем попасть на прилавки, все продукты проходят ветеринарно-санитарную экспертизу. В этот раз торговля велась со 195 машин. Мы распространялись сделать так, чтобы торговля была организована по группам. То есть мясная группа, колбасная группа, сыры, саженцы. Они сейчас очень актуальны, потому что посадочный материал. Желающих приобрести местные товары оказалось достаточно. По данным Министерства агропромышленного комплекса, на ярмарку пришли более 7 тысяч человек. А выручка продавцов превысила 9 миллионов рублей. Фермеры привезли более 8 тонн мяса, 5 тонн сахара, а также овощи, молочку, рыбу, бакалею, мед. Постоянно хожу на ярмарки, не пропускаю эти мероприятия. Очень приятно видеть город, весь народ. Очень большое разнообразие товаров. То, что в одном месте можно купить все, что тебе угодно. Большим спросом пользовались саженцы и рассада. Ульяновцы готовятся к началу дачного сезона. Продают умельцы глиняную посуду и деревянные изделия. Кстати, среди продавцов есть и получатели социального контракта. Олегу Шаруеву деньги от государства помогли открыть свое дело по пошиву одежды. Теперь в его ассортименте разнообразная спецодежда и спортивные вещи. В том числе вещи берут и для наших защитников на СВО. Первоначально, ну, к примеру, какие-то, ну, взять штаны, отшивал, там по два с половиной часа тратил. Сейчас уже где-то за час сорок отшиваю. Делаю конвейером, ветровки различные, хорошо берут рыбаки. Зимой шью одежду теплую, ставлю дополнительный синтепон, беру хорошие ткани. Закупаю в основном хлопок, стараюсь переходить. Отшиваю постельное белье. Следующая ярмарка пройдет 28 апреля в Заволжье на проспекте Ульяновском.